У нас закончились какие-то вещи первой необходимости из разряд туалетной бумаги. Как вообще это представлять? Куда это девать? Это нельзя, это можно. Постоянно закрашиваются, перекрашиваются. Я понял, что нужно как-то на это отреагировать. Нельзя оставаться в стороне. Давайте убьем его и надо его казнить. Люди абсолютно не готовы к подобным каким-то вещам. Лучше скрывать свою личность. Встречаться я никогда с людьми не встречаюсь. Всем привет! На связи Культурный центр Порт. И это очередной выпуск второго сезона онлайн-модификации нашего культурно-просветительского проекта «Волшебная гора», в рамках которого мы беседуем с наиболее интересными и знаковыми художниками Сургута и Югры. Сегодня у нас в гостях один из лучших художников Сургута, один из лучших стрит-артеров и точно самый острый стрит-артер Югры, человек, который начал носить маску еще задолго до того, как это стало мейнстримом, Рина Инг. Рина, привет! Привет! Первый вопрос о том, вообще с чего ты начинал, как ты стал стрит-арт-художником и с чего начался твой творческий путь, скажем так. Да, началось все просто. Первый раз заметил где-то, как у нас ребята постарше что-то красят, какие-то надписи там заметил. Начал интересоваться, что это такое. Ну, постепенно как-то вообще проникаться всей этой темой понравилось. И изначально, конечно, все это каким-то бомбингом, каракулями, обычными обошлось. Ну, дальше просто прогрессировало, это естественный путь каждого художника. И узнавал что-то постепенно новое, каких-то новых ребят, которые на меня как-то влияли. Ну, постепенно менялся. Ты начал скрывать свою личность с самого начала или это произошло в определенный момент? В определенный момент. Вначале я вообще об этом ни о чем не думал, не парился. Ну, как бы там маленький чувак вообще ни о чем не думает, просто ходил из стенки морал. Но, и вот как раз таки с процессом развития я понял, что стрит-арт это не просто какие-то там каракули на стене, а что это может что-то большее дать, может что-то сказать. И вот как только я понял, что это может что-то сказать, я понял, что за это тебя могут наказать. Поэтому я понял, что нужно закрыть свое лицо, личность. Ну, просто как-то отдалиться именно личностно от всего этого образа. То есть это чисто такой утилитарный способ не иметь проблем с органами правопорядка? Или, может быть, это связано с тем, с остротой твоих работ, которые ты делаешь? Или, может быть, как-то повлиял на тебя персонаж, который скрывается тоже под именем Бэнкси? Ну, он непосредственно, конечно, повлиял, но он как бы просто дал понять, что лучше скрывать свою личность. Ну, потому что ты меньше проблем потом себе заработаешь. А так это оно все одно за другое как бы цепляется, все связано друг с другом. То, что какие-то проблемы с органами, да и не только с органами, еще и с обычными обывателями, которых тоже немало. На данный момент, я так понимаю, ты не занимаешься ни бомбингом, ни граффити в классическом стиле. Вот надпись Ирина, когда ты давно встречал по городу, сейчас у тебя уже такой более осмысленный стрит-арт, насколько я понимаю. Ты давно от этого отошел? И отошел ли? Я не отошел, это просто сейчас стало гораздо меньше, чем раньше. Я все так же этим занимаюсь, типа для души, удовольствия. Но сейчас больше сил, времени трачу на какие-то такие смысловые работы, гораздо больше времени трачу. Ну, плюс они еще и требуют гораздо больше времени. Поэтому в классическом понимании я все так же как бы хочется этим заниматься, иногда периодически на какие-то вылазки хожу, но гораздо реже становится. Знают ли тебя лично, ту личность, которую ты скрываешь, твои соратники по цеху, другие стрит-арт-художники? Не все, но да, знают. Ну, по меньшей мере, несколько человек точно знают, какой я настоящий. Потому что с кем-то общаемся, вместе что-то делаем, какие-то совместные вещи. Но по большей степени я все равно стараюсь сторониться какого-то общества именно в плане как художника. Как ты думаешь, это как не для стрит-арт-художника, а как для такого полноценного художника, который делает выставки? Вот вся эта история с темой инкогнито, она работает в плюс или она никак не влияет? Ну, она и в плюс иногда работает, то, что все-таки людям интересно, что почему он закрывается, что он там скрывает. Но с другой стороны, и минусов огромное количество, вплоть до того, что где-то с кем-то договориться, это становится уже какой-то такой некой небольшой проблемой. Ну, и обычным художникам, которые открыты, гораздо проще так же пообщаться с людьми, донести им, если вдруг кто-то не понял какой-то смысл своей работы. А здесь приходится просто окей, типа не понял, не понял, хорошо. Как ты работаешь со сторонними какими-то организациями или какими-то заказчиками? У тебя есть менеджер или все происходит через, я не знаю, систему закладок? Вы мне деньги, я вам картину спрятал там где-нибудь. Не, у меня есть знакомые ребята, которые помогают. У нас там своя система различных передач работ или еще каких-то вещей. И обычно зачастую это происходит через этих ребят, они общаются, договариваются. Ну, иногда лично сам в Инстаграме где-нибудь договариваюсь, но встречаться я никогда с людьми не встречаюсь. В определенный момент ты начал заниматься стрит-артом в экспозиционном пространстве, то есть участвовать в каких-то выставках, в галереях, посвященных стрит-арту. Первым этой темой занялся в городе Булацайфулин. Был ли ты на его первых выставках, на которых еще не участвовал? Это Behind the Wall в строящемся доме на профсоюзах и выставка «То, что выпало из сердца» в порту? Нет, я не приходил на эти выставки. Тогда еще я не задумывался вообще в принципе о таких каких-то галереях. На тот момент я считал, что картины это как-то не то, не андеграунд, не стиль. Типа, нужно делать именно на улице. И я занимался именно на улице. Красил. А как ты начал участвовать в этом? По-моему, первое твое участие в подобном проекте, это был второй Behind the Wall на парковке Вершины. Ну да, как раз таки вот на тот момент я узнал, что проводятся такие выставки. И как раз там совпадала, ну не совпадала, там же тема типа андеграунд. Меня просто заинтересовало вообще, как это все происходит. Интересно было что-то новое попробовать. Просто решил поэкспериментировать туда, как-то внедриться вообще, посмотреть, как все это дело происходит. И понравилось, затянуло. Понял, что картины это гораздо больше, чем просто какая-то картинка на стене, как в музее. Что и через галереи можно и нужно нести смысл. И плюс еще есть возможность охватить аудиторию, которую на улице ты никогда не охватишь. Ну то есть сказать людям, которые на улице никогда не заметят это, что-то сказать, какую-то мысль свою донести. В порту первые твои работы, наверное, выставлялись в рамках выставки The Killers. Это были такие достаточно интересные по технике работы, после которых мы с нашим коллективом вообще задумались о том, что нужно делать твою персональную выставку. Расскажи подробнее про The Killers и про Behind the Wall 2. И еще несколько было коллективных выставок, в которых ты участвовал. Да, The Killers, я помню, первая выставка в порту. Тогда я в первый раз вообще увидел такие работы современных галерей, именно как галереи. И тогда как раз такие случились первые проблемы с тем, как передавать работы, с тем, как оформлять эти работы. Потому что работы принес курьер, там сразу было большое количество вопросов о том, почему не художник, как вообще это представлять, куда это девать. И вторая проблема, что нужны были данные о том, кто этот художник, его дата рождения, имя, фамилия. И вот, кстати, одна из тех проблем, с которыми приходится сталкиваться, когда ты скрываешь свое лицо. Ну да, это как бы стандартные проблемы, но нам удается их решать. Я так понимаю, не только нам. Ты также участвуешь периодически в выставках галереи стерх. С ними тоже, в принципе, налажен контакт. Да, все ровным счетом почти так же. В художественный музей тебя никогда не звали? Нет. Бывало? Там другой формат, видимо. В 2018 году в порту состоялась твоя первая персональная выставка, которая называлась «Инкогнито». Расскажи о ней. Там мы делали не только работы, там были какие-то инсталляции, плюс еще был элемент интерактива. Ты не присутствовал на открытии выставки, но периодически появлялся в формате видео, и даже удалось провести конкурс с посетителями, и ты смог подвести его итоги. И зрители смогли это увидеть. Расскажи вообще о своих впечатлениях. О первой выставке. Вообще это, наверное, единственная выставка наша, на которой автор, находясь в городе, не присутствовал на ее открытии. Каково это? Знать, что где-то рядом с тобой происходит открытие твоей выставки. Не хотелось ли прийти в каком-нибудь костюме с зайцем и посмотреть вообще, что люди говорят? Странные ощущения, ну то, что происходит твое действие без твоего участия. Конечно, хотелось прийти, посмотреть, как это все, но, к сожалению, это еще один из минусов, которые скрытие личности как раз-таки не допускают. Хотя, кажется, вроде тебя же все равно никто не знает, приходи, но случаи бывают разные, поэтому как-то стараешься все это предугадать и какие-то вещи сразу пресекать. Ну да, потому что те как раз-таки твои коллеги по цеху, которые тебя знают, они, скорее всего, на открытии выставки были и могли как-нибудь там... Да, вероятность была. ...проявить. ...полня была. После выставки в Порту я знаю один случай участия твоих работ за пределами Сургута в каком-то проекте, это было в Нижневартовске на выставке «Человек-земля-космос». Какие-то были еще приглашения в другие города где-нибудь? Выставлялся ты? Не выставлялся, но периодически поступают предложения, но по ряду причин не сходятся зачастую. Иногда бывают проблемы с доставкой работы, иногда бывают проблемы с доставкой какого-то оборудования или просто с организацией в этих местах. Приглашения бывают, но они зачастую так, типа из-разряда, что не хочешь там что-нибудь сделать? Да, хочу. И на этом они такие, блин, там же много надо делать, ну ладно, давай как-нибудь в следующий раз. То есть Нижневартовск пока что остается единственной точкой на карте помимо Сургута, где… Ну, именно в плане картин, да. Именно каких-то уставок, да. Работая с тобой в ряде проектов и видя твои работы, периодически я замечаю, что некоторые новые работы рисуются на поверх старых. Это недостаток материалов или это какой-то сакральный смысл носит? Ну, изначально, как изначально шло, просто не хватало материалов, просто работы, которые… как бы не все работы делаются навечно, для продажи, еще для чего-то. Они просто вот как бы показать, какой-то смысл передать и в принципе их можно закрашивать и делать на них что-то новое. Но со временем, просто когда вот два там или три слоя я сделал, я понял, что оно не просто как идет закрас, а именно отображение вообще в целом смысла стрит-арта, что там всегда одни закрывают других, что это в принципе такое вот движение, что нет ничего вечного. И теперь я этим постоянно занимаюсь. Ну, то есть, каждая моя работа, она по-любому закрывается, рисуется новое, закрывается еще раз, рисуется еще раз новое. Как ты относишься к легальному стрит-арту? То есть, рисование на легализованных стенах и, по всей видимости, согласованных рисунков? Блин, это двоякое такое, на самом деле, отношение мне к этому. С одной стороны, это хорошо, что появляются места, где можно ребятам порисовать, особенно начинающим, чтобы не было там каких-то безумных штрафов конских, что они могут попробовать все, что хотят, и большое количество времени у них на это. С другой стороны, это минус, потому что начинается как раз-таки вот эта вот согласованность, все решено за тебя, и человек уже делает не то, что он хочет, хотя, может, и то, что хочет частично, но туда по-любому как-то вмешиваются именно те, кто говорят, что вот это нельзя, это можно, это максимально негативно сказывается в целом на идее. Ну, это если конкретно брать ребят, которые как я рисуют, или какие-то подобные работы, если не берем внимание, как бы классическое граффити, в котором, в принципе, разницы нету на легальном месте, или нет там кусок, он ничего такого сделать, в принципе, не может. Ну, ты редко участвуешь в каких-то таких проектах, но я вот помню твою работу на мероприятии Вальгала Холл, или на котором делали Вальгала Волл, там ты работу согласовывал, или тебе дали как бы полную свободу действий? Нет, согласовывал, ну, там согласование, знаешь, оно такое чисто формальное, чтобы понять, что ты не какой-то там дерьмо сделал, просто что они посмотрят, да, нормально, работа все проходит. Каких-то политических там подтекстов они не разглядывают, это все, в принципе, я так понимаю, наверное, можно. Ну, то есть ты не так радикален, в принципе, если нормально все организовано, то можешь принять участие в подобной акции? Ну, маловероятно, но, в принципе, теоретически, да, возможно, что из-за своего какого-то личного интереса или там какая-то просьба, да, я могу поучаствовать в подобных вещах. Ну, а вот ходят слухи, что скоро будут оформляться городские муралы на тему социальной рекламы местными художниками. Ты будешь в этом поднимать участие? Все зависит от того, насколько все это будет, так скажем, регламентировано, насколько, какая свобода здесь будет и какие вообще моменты, как они все это организуют. Просто если там будут какие-то жесткие рамки, что нельзя говорить о настоящих социальных проблемах, то я не вижу в этом никакого смысла, потому что она зачастую так и делается. Объект «Культура улиц», в котором ты участвовал, насколько я понял из разговора с Максимом Яровым в прошлом выпуске, он был нелегальный. Расскажи, как это получилось, потому что Максим как-то все-таки обтекаемо ответил на это, что вроде как вот он и частично легализован, частично нет. Как вообще вы собрались и смогли в центре города, по сути, скорее всего, нелегально, сделать такой большой объект и не вызвать никаких вопросов со стороны каких-нибудь служб или органов? Ну, именно конкретно в этой ситуации я, как организатор вообще никак не играл роли, меня просто пригласили, я сделал, поэтому такие организационные моменты я сказать не могу. Но так в целом у нас... В самом процессе что-то было? Какие-то проблемы в этом плане? Да нет, у нас в принципе вот именно место на театре, оно постоянно закрашивается, перекрашивается, но в принципе у нас уже у средних людей таких, среднестатистических, оно считается, что там можно рисовать, там постоянно что-то красит. Поэтому я думаю, они как-то смотрели, думают, о, что-то новое делают и особо не вдавались в подробности, что, как, где, зачем, и можно ли это. Как тебе история с попыткой перекрасить культуру улиц под пейзажи с березками и реакция, так скажем, населения в социальных сетях различных... Отвратительная идея. Мне уже надоели эти леса, пейзажи везде. Я понимаю, что они пытаются как-то компенсировать серость сургута таким образом, но, по-моему, это одна из самых ужасных идей, которые только могут быть в принципе. Потому что, ну, не знаю, есть, я знаю, есть поклонники, да, такого творчества, лесов и прочего, но мне кажется, эти стены гораздо лучше отдать именно современным художникам под современное искусство, более яркое, сочное, жизнерадостное, которое будет показывать новому поколению, что есть прекрасный только лес, что можно гораздо больше делать. Пройдемся по некоторым твоим стрит-арт работам. Наиболее резонансное и громкое было сделано в городе Екатеринбурге пару лет назад. Расскажи, как это произошло и что последовало за этим? Ну, в Екатеринбурге на тот момент как раз происходили одни из самых интересных наверное событий за последние несколько лет в нашей стране. И я понял, что нужно как-то на это отреагировать, нельзя оставаться в стороне, потому что, так скажем, действия проходят, нужно подкреплять эти действия своей помощью. Поэтому, в принципе, вот эту работу я там разместил, после чего очень сильно подхватили многие паблики, новости. и я сам удивился, что это прям так вдруг сказалось резко везде по всей России, со всех каких-то новостей, интервью какие-то начали у меня брать, какие-то журналисты начали писать. Ну, меня, по крайней мере, это очень обрадовало тем, что, значит, эта тема животрепещущая, значит, я задел то, что нужно было задеть. В принципе, добился того, чего хотел, и того, чего хочу добиться каждой работы. Никаких проблем не было? Прямо открытых проблем, кроме угроз того, что давайте убьем его, и надо его казнить, и что этого человека вообще не должна земля носить, нет, не было. Ряд работ также ты делал в Сургуте на тему пандемии, на тему некоторых телевизионных ведущих. Тоже как бы все у тебя было гладко с этим, да? Ну, да, 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 да. Никаких проблем нет пока. Наверняка есть, но я как минимум о них пока не знаю. Ну, со всеми работами Ирины Инг вы можете ознакомиться в его социальных сетях, ссылочки мы прикрепим к этому видео в описании. Раз уж мы заговорили о пандемии, у нас была экспонировалась твоя вторая персональная выставка, но ее открытие было запланировано ровно на тот день, когда были введены ограничения по массовым мероприятиям и как такового открытия не состоялось. Тем не менее, выставка проработала пару недель, когда еще могли работать выставки, но по большому счету каких-то больших зрительских масс она не собрала, к сожалению. У меня вопрос собственно такой, как пандемия повлияла на тебя как на художника, потому что я знаю у тебя были работы экспозиционные на эту тему и какие-то так назовем арт-интервенции в различных торговых центрах города, расскажи вот об этих проектах поподробнее. Ну насчет бумаги туалетной золотой это прям это из-за анекдота, из-за того, что у нас народ почему-то в пандемию решил, что у нас закончились какие-то вещи первой необходимости из разряд туалетной бумаги, и это на самом деле было смешно. Для художника мне кажется такие моменты они просто как рай мана небесная. Здесь такое количество поводов что-то сказать, что-то показать, потому что как мы видим люди абсолютно не готовы к подобным каким-то вещам, к каким-то массовым болезням. Люди начинают вести себя просто отвратительно, ужасно, иногда даже смешно, скупая туалетную бумагу, гречку, считая, что как-то их это спасет. Когда появляется дефицит на маске, это огромная среда для работы художника. Поэтому естественно я воспользовался какими-то вещами, постарался высмеять какие-то элементарные самые глупые наверное человеческие страхи, желания своими работами. Как ты вообще считаешь пандемия как повлияла и повлияет в итоге на искусство? Наверное с какой-то стороны люди больше дома проводят, больше занимаются и прорабатывают свое творчество. Хотя конкретно на искусство мне кажется на мой взгляд оно особо и не повлияет. Единственное больше поводов для каких-то социальных работ появится. А так в принципе художникам везет, они все работают на удаленке, поэтому здесь никаких проблем я думаю не возникнет. Ну в принципе художник же может именно в силу ограничений осваивать какие-то новые форматы там мультимедийные что-нибудь. Ну да, прогрессировать как-то это вот я о чем говорю, что сидя дома еще больше мне кажется прогрессируют и оттачивают какие-то свои навыки. ты не задумывался о том, чтобы что-нибудь подобное фильм снять к примеру? Да нет, пока нет, рано еще очень рано. собираешь материал? Да, мне кажется фильмы это еще рано это нужно гораздо больше времени и гораздо больше действий чтобы что-то такое себе снять. открыть собственный какой-нибудь Диснейленд? Нет, пока ни финансов, ни ресурсов пока нет. Да, и тем более в регионе это точно делать не стоит. Написать какой-нибудь грант по поддержке туризма, чтобы люди поперли на Риноленд? Нет, осваивание средств это я как раз таки наоборот с обратной стороны нахожусь кто против подобного рода вещей. Мне кажется если делать то это нужно делать на свои финансы без каких-либо грантов чтобы не было никаких ограничений чтобы ты делал именно то что ты считаешь нужным сделать. Окей, ну что ж большое тебе спасибо что пришел желаю тебе успехов в этом важном в осуществлении этой важной задачи по развитию культуры нашего города и округа и продвижение ее на федеральный и мировой уровень. Творческих успехов и до новых встреч. Надеюсь скорых. надеюсь в оффлайне и в порту. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok